Здорово, бандиты! Мы опять с вами на Хули Смок. И в очередной раз мы собрались здесь для того, чтобы обсудить что-то из того, что мы еще с вами не обсуждали. На самом деле, казалось бы, что такого осталось единички, но мы все пытаемся, все ищем, что-то по складу, рыщем, находим то, что нам когда-то присылали, на то, что мы забыли снять обзоры. Итак, последнее время я постоянно затрагиваю вопрос того, что очень надоели все табаки, очень приедается ароматика. Многие люди, которые очень долго работают в индустрии, возвращаются к Альфахеру, курят его, наслаждаются им. И в связи с этим сегодня у нас на обзоре будет табачок Alijami Gold. Что касается табака Alijami Gold, уже пару-тройку раз я о нем слышал положительные отзывы в плане того, что говорят, что очень хорошая ароматика, говорят, что неплохо курится, говорят, что недорогой. И слышал я это именно от представителей индустрии, поэтому мы сегодня попробуем, посмотрим, что он из себя представляет, покурим. Табак уже, наверное, месяца три лежит у меня на складе. Мне его прислали на обзор ребятки, ссылку на которых я его покажу в описании к видео потом. И как-то все до него руки не доходили, но сегодня мы вплотную подойдем к его обзору, попробуем, покурим, потому что сам я еще табак не пробовал. Поехали. Итак, сегодня на обзоре у меня есть присланные 10 вкусов табака Alijami. Дабы сильно не разбазались время, мы сейчас на вскидку просто выберем пару вкусов, которые мы забьем. И пока они будут греться, обсудим ароматику, которая есть, и обсудим, что из себя табак в принципе представляет. Поэтому сейчас мы по запаху что-нибудь выберем. Забьем ледяную, голубую, ягодную маргариту. Надо было еще больше слов названия. А, итак, что касается внешнего вида. Пачка абсолютно стандартная, ничего запредельного, интересного. Предупреждение о том, что курить вредно. Внутри вот такой пакетик, пакетик неплохой, отличается от всего, что есть на рынке. Вот, тактильно очень приятный, но никоим образом на курение это не повлияет. В принципе, пахнет довольно-таки прикольно. Сейчас мы забьем, и параллельно буду рассказывать, что из себя представляют остальные ароматы. Сиропа очень много в табаке. Соответственно, Вирджиния по цвету напоминающая какую-то бордовый альфакер. Нарезка табака мелкая. Скорее всего, мне кажется, что сильно жиростойким он не будет. Ладно, засыпаем в чашку. Сделаем небольшой колодец. Чашка у нас Тауэр Адемарта. Очень приятная на ощупь и в целом неплохая. Возгружаем на кальян. Моем руку, забиваем вторую чашку. Так, а второй, второй вкус, второй мы забьем. Киви, лимон, лед. Притом, что нарисован киви, лайм, лед. Ну, бывает. Как я уже сказал, табак из Объединенных Арабских Эмиратов. Ценник табака варьируется от 100 где-то до 190 рублей в России. Но это так, я на вскидку просто посмотрел на сайтах, сам его в продаже ни разу не видел. Глянул и ценник приблизительно такой. Вот, я бы не сказал, что табак запредельно популярный. В заведениях, которые я периодически посещаю, я его нигде не видел, сам я с ним не работаю. Тем не менее, слышал огромное количество положительных отзывов в табаке. Сейчас попробуем его покурить, расскажем, что он из себя представляет, потому что я сам его тоже ни разу не курил. Так, все, вторую чашку возгружаем на кальян, потом прерываемся на пару секунд, я ставлю уголечки и возвращаемся обсуждать, что вообще происходит. Ну что, пока наш хит-кипер с уголечками прогревают наши чашки, мы возвращаемся на наш поддон. И если вы внимательно посмотрите, то обратите внимание на два прекрасных гостя. Это зеленое и красное двойное яблоко. Да, действительно, сегодня я проснулся с мыслью о том, что в моей жизни действительно не хватает этого прекрасного аромата, вкуса и вообще забыл свои традиции. Поэтому они теперь всегда будут присутствовать у нас на обзорах и надеюсь, что больше они нигде присутствовать не будут. Кстати, у меня есть футболка, которую мне подогнала компания Tonks, на которой написано I hate double apple. Это неплохо, это мне нравится. Что касается самой футболки и компании, ребята делают довольно-таки все быстро. Футболку я ношу где-то неделю и готов сделать по ней какие-то выводы. Что касается самого материала, да, это синтетика. Только так, наверное, можно добиться, чтобы она была яркая, красивая, со всеми вытекающими последствиями. Да, это синтетика, но я ожидал, что в ней намного будет жарче, намного неудобнее работать. В принципе, материал неплохой и ссылку на производитель я тоже укажу. Ребят, можете заказать, они делают прикольно. Итак, возвращаемся к обсуждению ароматики. Как же у нас пахнет табакой Lajami Gold, которую вы прислали на обзор. Те вкусы. Итак, ледяной, голубой, ягодный, маргарита. Ледяной, голубой, ягодный, маргарита. Красиво сделать. Пахнет предельно непонятно. Вроде химозно, а вроде и не запредельно химозно. Но мы его забили, поэтому про него расскажу, когда будем курить. Кстати, я забыл, куда что забил. А, сюда его забил. Так, мандарин. Мандарин очень похож на мандарин ледяной от Щербетли, если вы курили. Вкус довольно-таки приторный. Мне просто сам вот этот привкус мандарина не особо нравится в курении кальяна. И поэтому мне этот аромат не доставляет. Но если вам нравится мандарин от Нахлы, либо же мандарин от Щербетли, я думаю, вкус вам закатит. Дыня. Стандартная дыня, ничего не могу сказать, ничего не могу добавить. Убрать дыню тоже не особо люблю. Для меня не очень фантастические эмоции вызывают этот вкус. А вот ледяная голубая дыня. Довольно-таки неплохо пахнет. Похоже на секс Манки от Нирваны. И я думаю, курица будет поприкольнее, чем обычная дыня. Тем не менее, пробовать тоже не очень хочется. Так, лимон, киви и лед. Это то, что я забил. Пахнет непонятно, именно поэтому я его выбрал. Ну, покурим, расскажем. Лимон, малина и лед. Довольно-таки приятный, ненапрягающий аромат. Вообще, кстати, что касается ароматики, я не знаю, как это будет курица, но в целом мне очень доставляет то, что вкусы незапредельно приторные. То есть даже ароматы, которые так или иначе химозные, в которых много чего намешано, они довольно-таки приятно пахнут в пачке. Если они также будут куриться, это плюс. Малина, малина пахнет какой-то карамелью. Вот, если не ошибаюсь, я когда забрал два или три месяца назад Аля Джами с транспортной компанией, я приехал, забил малину, и она мне что-то не очень понравилась. Пахла она какой-то карамелью, то ли это так пачка пахнет, но что-то от малины, если честно, я был не в восторге. Ледяные ягоды. Ледяная черника пахнет, как нахловская черника, прям один в один. Я думаю, курица по аромату будет плюс-минус точно так же. Лед, малина, мята. Вот опять же, я не понимаю, та же самая малина обычная, пахнет какой-то то ли картоном, то ли карамелью, и с привкусом какой-то альфахеровской мяты. Не очень приятный вкус. О, двойное яблоко. Special for no huli, кстати, спасибо, ребят. Вот, что касается двойного яблока, каждый раз открываю какую-нибудь пачку нового яблока, какого-нибудь нового табака, который никогда не нюхал, и надеюсь, что там будет что-то приятное. Блядь. Ладно, наши чашки прогрелись, мы, соответственно, пробуем, что там получилось. Здесь у нас голубая маргарита. Ну, такое себе, если честно. А голубая маргарита, да, я ощущаю вкус чуть лимона, я ощущаю вкус чуть ягод. Но, в первую очередь, я ощущаю, если пробовали, есть такой дешманский табак, дебаш, он, по-моему, называется, тоже с Арабских Эмиратов. Я, наверное, не ошибусь, если предположу, что там используется то же самое табачное сырье. И вот дебаш, его, вне зависимости от того, какой ты куришь вкус, ты ощущаешь, в первую очередь, не ароматику, а, в первую очередь, вкус какого-то говнянского табачного листа. Невкусный, вообще. Какого-то обработанного, переобработанного 15 раз и вызывающего положительных эмоций вообще в минимальном количестве. Тут абсолютно та самая ситуация. Тем более табак, по-моему, мало-помалу, несмотря на то, что курица, он минут пять начинает подгорать. И из-за того, что это ледяной вкус, вызывает очень неприятные ощущения в горле. В чистом его виде курить не советую. Попробуем, что там во втором кальяне. В втором кальяне у нас, к несчастью, тоже ледяной вкус, только тут киви, лайм и лед. Ой, это вообще курить невозможно. Так, если честно, я думал, что обзор табака или джами вызовет у меня большое количество положительных эмоций. Но я, к сожалению, нет вкусов, которые мне говорили, что прям топчики, там всякие пироги, какие-то тирамису. К сожалению, у меня их нету. И я вынужден заключить то, что из ароматов, которые у меня есть, вряд ли бы нашлось что-то, чтобы я хотел курить в свой выходной день, сесть не напрягаясь и расслабиться. Не тот, не тот аромат в чистом виде курить невозможно, вызывает негативные эмоции. Да, дым есть. Тем не менее, табак подгорает, табак ниже расстойкий. И, скорее всего, опять же, как и в любом другом табаке, скорее всего, есть какая-то крутая ароматика, которую можно найти для себя и использовать ее, но в очередной раз, опять же, только в миксах. Че, последняя тяга. Фу, блядь, невозможно курить. Ну че, бандиты, это было мое пятиминутное мнение на, к сожалению, не впечатливший и не оправдавший моих ожиданий табак под названием Аль-Аджами, родом из Объединенных Арабских Эмиратов. Ссылку на ребят, у которых можно поинтересоваться, какие все-таки есть топовые вкусы, как его лучше забивать, чем мешать, как приобрести, по какой цене и в каком количестве, я обязательно укажу в описании к видео. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям. Че, кого! Сучара! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода